Музыка 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 Едем, езжай, езжай Только тихонечко езжай Езжай Где-нибудь здесь Они какие-то военные или кто? Музыка 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 Ну давайте, побежали Осторожно, осторожно Музыка Музыка Говорят стреляли в прохожих Да, нет, не в прохожих Задержали Дружина задержала, так сказать Девушку с парнем Парень во время прогулки Начал убегать и стрелять в дружинников С учетом, что здесь дети находились Родители с детьми А где второй? Второй какой? А, его утащили уже Который фига утащили Отходим Пошли сейчас туда на подъедину Там все нормально Пошли сейчас вытащат В квартире всех Сейчас его приведут Сейчас его приведут Толу их калуке Столи от булок Парень вроде как Парень Вроде как Парни отвели Ребята А, он Парень Кто там может и остался В общем парня отвели И познаю информацию А, он Молодой человек В общем парень Сокременно Подпущи мне руку Я же снимать тебя не мимо Я никогда не на него руку не помню Ч studies Аккуратно Лицо Да не Это не самый страх Было Было Был этот там 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 наши Может помочь ППС Они сейчас пришли в квартиру И еще одного вытащат Пошли Огир А где адрес Адрес Увидел, что из училища люди, курсанты. Выглядывают. Потом пошли, вернулись. Выглянул сам, а здесь уже их ребята с ленточками уже прихватили. Такие, конечно, ребята испугались, потому что действительно стреляли по ним. И тут же они их, так сказать, прихватили. Сразу стали спрашивать, откуда кто. Они сразу осознали, что с Майдана, и оружие это с Майдана. И что они здесь где-то вот. Вот здесь они, оказывается, квартиру снимали, как оказалось теперь. То есть они рядом с нами, оказывается, уже ходят. Надо быть бдительным, внимательным и смотреть по сторонам. Если обливают кислоту и машины с георгиевскими ленточками, получается, что в Севастополе скоро будет опасно ходить? Да, да. Получается, что надо. Действительно, мы находимся в состоянии такой войны против людей, которые постоянно по телевизору нам рассказывают, какие они мирные, какие они дрожжелюбные и как они хотят с нами жить в мире. И что это будет очень хорошо. Но вот так вот получается. Вот так хорошо. Это же детская площадка. Вот здесь даже собак не гуляют, потому что здесь решено, что здесь будут только дети ходить. Но оказалось, что вот им закон не вписан таким людям. Я местный житель. У меня здесь, ну, у меня дочка есть. Мы здесь живем. Дочка, жена. Детская площадка. Здесь постоянно гуляет моя дочь со своими подружками. Тут куча детей гуляет. До чего мы дожились? Что приезжают вот такие вот, я не знаю, отморозки самые натуральные. И стреляют вот так вот прямо посреди города. Среди детей. Это что такое? Продолжение следует. Продолжение следует. А кто вам давал эти листовки? Ну, еще в Киеве. А цель какая? Просто агитировать людей здесь? А целью людей, чтобы не отлучались от Украины, чтобы Украина была целостной, как и была раньше. Так ничего враждебного у нас нет, просто мое мнение, что Украина должна быть целостной, одна страна и так далее. Зачем отделяться? У вас на квартире были шприцы с каким-то составом, ребята, оперативники говорят, там была кислота, это для каких целей? Я, если честно, по шприцам ничего не могу вам сказать. Я не знаю, первый раз слышу о шприцах. Я знаю, что там был доктор, что у него были какие-то медикаменты, но что за шприцы, что там было у них, ну, я просто не знаю об этом ничего. Много у вас человек приехало? Четверо. Но сегодня на митинге у вас было гораздо больше? Ну, я не знаю, там, кого я знаю, это у нас четверо было, так... А вы сами из какого города? С Ивано-Франковска. Наркотические средства, это тоже вы не в курсе, да, там? Нет, я там не в курсе. Я слыхал, тоже ничего. Кого вы представляете, какую организацию? Ну, без партийной, без организации, без ничего. Кто там направил конкретно, финансировал, кто поездил? Да, я даже не знаю, вот у меня друг, он там больше в курсе. Крупники, да, поездил? Да. К правому сектору вы не имеете отношения? Никакого отношения не имею к правому сектору. Правый сектор, радикальный сектор, более... Правый сектор, правда, я не имею, без правого сектора. Откуда приехал? Из Непропетровска. Цель вашего приезда? Разные, как заря. Мне нужны мои таблетки. Где ваши таблетки есть? Они были в кармане. Ну, есть в кармане таблетки? Все, там все в вещах у меня. Сейчас скорую вызову. Скорая уколола тебе все нормально? Нет, скоро я приезжал, я просто попросил, я понимаю, таблетки у меня такие, как Дия. Сейчас на вопрос ответишь, вызовем еще раз скорую. Кто бы сюда прислал? У нас никто не прислал, просто группа... На какие финансовые сюда приехали? Я вам сейчас все объясню. Группа женщин разместила на сайте свое объявление, что они хотят поехать и отпраздновать праздник. Они собирали женщин, те, которые могут, ну, которые народные учат, которые знают эти виши, ковзаря. Так же, что мне моя женщина говорит, если хочешь, ты расскажешь какой-то стих. Я знаю, тоже учил, ну, я же учился до девятого класса, у нас была украинская школа. Я, когда был Майдан, я стоял и за обычным простым флагом, не с украинскими, не с этими. Просто потом, когда все выступали, я вышел и сказал, что все люди брать, не надо никакой войны. Что у меня есть так же самое, как и у всех, и в Санкт-Петербурге, и везде. Уважаемый, уважаемый. Я вам рассказываю то, что я говорю. Можно все это посмотреть. Слушайте, шприцы, которые найдены в квартире, для кого они предназначались? Я за эти ничего не знаю. Листовки, кто вам готовил текст, составлял и передавал? Кабзарь, ладно, а при чем есть листовки агитационные? Из этого я ничего не знаю. Я говорю то, что я знаю. И сегодня вместе с женщинами можете пойти спросить. Сегодня утром в 6 часов было здесь, в храме. Поставил свечки, то, что я все делал. Тут, мои женщины, посмотрите, какие... Шприцы не знаешь. Какие у меня... А у вас нет памятника Кабзарю в Днепропетровске или в Киеве? Почему именно в Севастополе отмечать? Потому что это мирная была акция. Вы можете зайти в интернет и посмотреть на сайте. Если вы снимали возле этого памятника, там женщина разложила все свои книги. Она сказала, тот, кто расскажет стих, тот получит подарок. Потому что это действительно праздник такой. Он же так же был, как наш, и на русском много издавал и писал. Скажите, а зачем нужно было кислотой обливать машины с георгиевскими ленточками? У вас кислота найдена в квартире. Я не обливал ни кислотой, ничего. У меня то, что нашли, это да, я говорю. У меня было для самообороны, был обычный небольшой маленький замочек, на котором была веревочка и все. То, что у меня было. С этим я хожу уже, ну, потому что сейчас такое время. Это, по-моему, никаким законом не запрещено. Обычный замок. Если вы уедете отсюда, домой вас отпустят, передайте своим друзьям, датчанам из разных регионов, что россияне нас приехали защищать, они наши друзья. И мы их не боимся, нас никто не захватывал. Потому что так, как показывают ваши СМИ. Скажите, а с какой целью вы приехали в Севастополь? Только про Кабзаря не надо рассказывать. Нас интересуют листовки, которые мы нашли у вас на квартире. У нас? Это нам вчера дали, чтобы мы их разложили. А кто? Я не знаю, человек вот этого всего. Он из Севастополя? Я не знаю, детушка. Но я приехала, мне вообще сказали, я приехала на международную акцию. Все. Я больше ничего. Вот это, чтобы вчера только попросили листовки раздать, и сегодня со флагом поставить. Я просто увидела драку и через то чуть-чуть скрипела. А вы из какого города приехали? Из Киева. Из Киева. Медицинские препараты, которые у вас нашли в квартире? Это не мои, это хирург. Это не ко мне вопрос. Хирургу? Да, у нас же хирург, то есть врач. А зачем он с вами? Ну, он же тоже ехал. Здесь врач понадобится, что такое. Ну, он с вами жил, да, в квартире? Да. А вы были очевидецы событий? Как проходила вообще стрельба? Нет, я, когда началась драка, я убежала. Ну, это память неожиданная, а здесь, в парке? Ну, вот в парке, ну, а в парке вот это не видела. Я только слышала. А сколько вам лет в ГИАДО учитесь, студентка, работаете? 23 будет, не студент, не учусь. Работаю, уже не работаю. Ну, я поняла, что вы на Майдане тоже, да, были, потому что нашли вас ученики? Не, на Майдане я была, я приехала как раз перед этим днем, сюда ехать, приехала на Майдан. И меня просто попросили, я там на кухне помогала на Майдане, меня попросили помочь. Я просто думала, как же, ну, как там, так и тоже. Ну, тут попросили просто листовки достать. У вас хирург – это профессия или кличка? Вы врач по образованию? Да. А что вы заканчивали? Я в колледже. Закончили? Да. В колледже, по-моему, на хирургов институт, может быть? Я после этого, после колледжа, вышел, пошел работать в клинику. А где это профессионал, в каком городе? В Киеве. Вы сами из Киева, да? Сам из Николаевской области, живу и работал в Киеве. А здесь с какой целью в Севастополь? Ну, подошли, попросили приехать, помочь, чтобы раздавать листовки. А кто эти люди, которые вас просили? Даже не знаю, ничего себе не рассказывали. Просто там в Киеве, там, в Киевской городской администрации, где помогала натером, подошли, как бы, спросили, хочешь поехать на Киеве, там, типа, помочь, пораздавать листовки, там, сюда, на 3-4 дня. Ну, можно поехать. Денег дали? Денег не давали вообще. У вас на квартире найдены шприцы с неизвестной смесью. Многие говорят, ну, все ваши ребята, которые с вами жили, говорят, что это все ваши. Шприцы я не набирал, потому что набирал, как бы, тот человек, который на этом жил. Потому что, как бы, я знаю, что и для чего там оно смешивается. Я по одному шприцу видел и догадался, что там смешано. Для чего? Ну, там белая жидкость одна, она, получается, если ее полтора кубика вести человеку в организм, то у него через 10-15 минут остановка сердца идет. Ну, я, получается, взял с собой аптечку, потому что, как мне сказали, чтобы помогать. Ну, типа, возможно, там будет медицинская помощь нужна, все такое. Это, как бы, она стояла, как бы, все, блин, не трогал вообще. А кислота зачем? Какая кислота? Там было еще флакончики с кислотой. Мы знаем, что сегодня ночью несколько машин в Севастополе были обрызганы кислотой. У меня кислоты в этом не было вообще. У меня там была в баллончиках термальная вода, потом дезинфектор для рук, пантенол и все, по-моему. Да, там было еще натрий-хлор, это для капельниц, раствор. Ну, там, как бы, препараты те, которые там наблюдаются при первой геологической помощи. Если вы знали, что эти препараты явная угроза для жизни людей, вы же, как доктор, давали, наверное, клятву. Да. Вы собирались кому-то рассказать об этих препаратах? Об этих препаратах я никому не рассказывал. Я просто привез их сюда, они стояли у меня в комнате. Я их никуда с ними не ходил, ничего не набирал. Если бы там нужна была вдруг там помощь где-то, то, как бы, зашел бы, завез бы их в какую-то больницу. А если нет, то забрал бы обратно с собой, и поехал бы. А сколько у вас человек приехал из Севастополя? Ну, получается, в пятницу утром здесь встретилось 4-7 дня и 3 еще человека. Как, через интернет как-то? Нет, нас в КМД собирали. КМД, Киевская Минскадер-Администрация. КМД, да. На Майдане как было находиться? На Майдане с 18-го числа. В января? В феврале. В феврале мне друзья позвонили, сказали, что там нужна медицинская помощь, потому что они не успевали в операционной. И все. К нами Беркут привозили, мы только не привозили. Оказывали помощь Беркуту? Да, всем оказывали, потому что мы медики, мы всегда на нейтральной стране, мы никого не поддерживаем. У нас было видео, где врач майдановский, когда привезли Беркута, отказался помогать, оказывать помощь. Это у кого был выбит глаз? Не знаю, к нам, кого привозили, мы сразу же помогали, давали первую медицинскую помощь. Если в наших силах было сделать, то и делали. А если там уже что-то сложное было, то мы сразу же отправляли на больницу. Так же самое. И, как говорят, в этих самых известных детушек тоже к нам приводили, избитых, подрезанных. Мы им тоже надавали помощь, все, и отправляли их в больницу. А у вас с кем-то связь есть? Докладываете? Акция прошла? Здесь нет. Нас получается, здесь наш координатор приехал, как бы сегодня утром забрал этот митинг возле Шевченко. А кто координатор? Он местный? Севастопольный? Представитель местной какой-то партии? Как его хоть имя? Имя, его зовут Игорь. Игорь? Да, фамилию не знаю. Мы, получается, на площади 50-летия задержали девушку, которую мы видели утром на площади возле Тараса Шевченко. Мы ее нашли, то есть попросили у нее документы, на что она сказала, что документов у нее с собой нет. Она приехала из Киева, у нее в Киеве убили брата. И она сказала, что она здесь как бы приехала к другу. Мы ее попросили, чтобы она позвонила своему другу, он пришел ее забрал. Потом мы пошли в сторону конечной двойки на Ефремову улицу. Нам на встречу пришел ее друг, который сказал, что да, это его подруга. На что мы спросили, откуда он приехал и когда. Он сказал, что приехал позавчера на суда с Киева. Когда мы спросили, зачем, он сказал, что просто так. Мы попросили их, чтобы они показали нам квартиру, где они живут, чтобы посмотреть, удостовериться, что они нормальные. На что мы его вели в сторону Ефремова. И он шел с нами, и возле детской площадки, где бегали дети, женщины с колясками, он в этот выхвате достал свой пистолет и побежал в сторону детской площадки. И отворачиваясь, как бы ворачиваясь назад, стрелял в нас. Он выпустил всю обойму. Потом мы его задержали. И он как бы уже сказал, где квартира, где они живут. Мы пошли на эту квартиру и нашли там еще двоих человек. Один пытался убежать через балкон, а второго мы поймали. То есть у них на квартире были наркотики, уколы, шприцы. Сколько человек, возможно, просочились в Астополь? Сколько человек? Они вам говорили, сколько человек? Они говорили, что они приехали на поезде в разных вагонах, но они видели человек 20, их, которые приехали сюда. Сегодня на митинге, по-моему, было около 20 человек. Сегодня на митинге около 20 человек и было. Никто из них не говорит, откуда они там, справа сектора. Были такие или они просто... Они говорили, что они с Киева, с Майдана. То есть они там были, участвовали и приехали сюда. Для того, чтобы нам здесь устроить тот же Майдан.